Коллекционирование – одно из самых распространенных занятий в мире. В нашей стране много увлеченных людей. Предметом их внимания становятся монеты, почтовые марки, машинки, значки. Зачастую частные коллекции насчитывают более тысячи экспонатов, среди которых нередко встречаются особо ценные экземпляры. В Звенигороде открылся музей, где каждый коллекционер может обнародовать свое увлечение. Куклы – это что-то такое доброе. Поэтому в преддверии Нового года мы решили начать с кукол. Вообще в коллекции более 500 кукол. Но, к сожалению, наш музей не может вместить все. Поэтому сейчас здесь выставлено около 200, но мы будем периодически менять экспозицию. Торжественное открытие выставки создало ощущение праздника. Присутствие главного зимнего волшебника Деда Мороза и Снегурочки подарило гостям атмосферу детства. Во все времена игрушка была и остается самым желанным подарком для ребенка. Именно она всегда жива в наших воспоминаниях. Они произведены в разное время, в разных местах, из разных материалов. Но у них есть одно общее качество, которое отличало и советскую детскую литературу, и советские мультфильмы, и советские фильмы. Это доброта. Они добрые. И учили нас доброте. Куклам шили одежду, водили их друг к другу в гости. Готовили для них еду, укладывали спать. Благодаря им девочки с юных лет понимали, что они будущие мамы и хозяйки дома. На выставке представлены игрушки, изготовленные еще в 30-х годах прошлого века. На представителей фабрик из Москвы, Красноярска, Котовска и стран бывших СССР невозможно смотреть без умиления. Что такое игрушка? Игрушка, как сегодня нам рассказывал экскурсовод, это в первую очередь история. История не только страны, это история людей. Это история каждой, наверное, семьи, которая сюда приходит. Вот я сегодня пришла с своей семьей, с внуком, с дочкой. И мы ходим, гуляем. И я вспоминаю свое детство, показывая внука. Она увидела свои игрушки, рассказывает внуку о том, как они играли, что они делали. Организаторы арт-пространства планируют каждые 2-3 месяца обновлять экспозицию. В ближайшей перспективе на смену коллекции игровых кукол придут фарфоровые. Затем желающие смогут посетить выставку виниловых пластинок. В музее есть возможность не просто взглянуть на экспонаты, но и окунуться в историю их создания. Подобные мероприятия предназначены для семейного времяпрепровождения. Положительные эмоции объединяют. И становится основой крепких взаимоотношений. Мне очень понравились куклы, которые учатся. Вот те дети, которые с ними играли, они дают им знания. Куклы – это куклы с душой. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok